Привет всем пользователям сайта intelback.ru. Я Зураб Читая и сегодня снова прогнозируем NBA и сегодня я выбираю матч команды, за которую болею. Это редкий для меня случай. Стараюсь избегать таких игр по причине этого самого болельщеского фактора. Никогда не бываешь объективным, если ставишь на команды, за которые переживаешь. Но сегодня я попробую поставить, но на победу с форой дома Детройта над Сакраменто. Вот меня даже можно увидеть, если присмотреться в матче Детройта. И почему я выбираю этот матч? Да потому что по многим причинам. Во-первых, у Детройта начинается важнейшая серия домашних игр. И домашних игр против аутсайдеров. И в этих матчах нужно обязательно решать задачу попадания в плей-офф. Эту задачу, собственно говоря, пытается решить Детройт. И все возможности для этого есть. Детройт, в принципе, посильнее в этом сезоне Сакраменто. Детройт играет неплохо, очень даже хорошо дома. Приличный, весьма приличный показатель соотношения победы-поражений. И плюс Детройт входит в десятку лучших команд лиги по набранным очкам на своей площадке, как ни странно. Поэтому я считаю, что шансы очень велики. И при этом Сакраменто, который в кризисе, Сакраменто, у которого большие проблемы с химией и вообще с взаимодействием всех структур в команде, взаимоотношениями между игроками и тренерами, руководством и тренерами и так далее, и далее, и далее. Плюс огромное количество травмированных. На данный момент в списке травмированных в составе Сакраменто значатся и Бен Маклемор, и Ражен Рондо, и Марко Белинелли, и даже Умрикаспи. В общем, если кто-то из них, ну, двое, хотя бы двое-трое из них не сыграют сегодня, то шансы, конечно же, шансы Детройта значительно повышаются. Плюс Демаркус Казенц все-таки ему чуть сложнее будет против такой глыбы, как Андре Драмунт в атаке. Это тоже фактор. Его нельзя не учитывать. Сакраменто выглядит плохо в последнее время. Детройт выглядел хорошо даже в проигранном последнем матче против Атланты. Это было на своей площадке. Детройт проиграл, но проиграл только из-за рывка, мощнейшего рывка в концовке Атланты. 10-0, и там был удивительный рывок, включающий в себя даже трехочковые попадания центровых и так далее, и далее, и далее. Но в целом сценарий игры был скорее позитивным для Детройта, несмотря на то, что негативным был исход. Плюс к этому Детройт, как я уже говорил, в общем, домашняя команда Детройт. Детройт в этом сезоне дома обыгрывал такие клубы, как Портленд, как Хьюстон, как Индиана, тот же Торонто. И даже обыгрывали Кливленд и даже Golden State Warriors на своей площадке. Поэтому я считаю, что шансы победить с форой минус 4,5. Коэффициент, в общем, неплохой. Почти 1,8, думаю, он еще будет меняться. Поэтому советую успеть сделать ставку. Надеюсь, что команда, за которую я болею, выиграет. И желаю всем, кто поставит, удачи. Всего доброго, друзья. Продолжение следует...